Всем привет! С вами Ниагара, продолжаем проходить Зиногерс и давайте почитаем, что говорит Фей. В это время землю затрясло. Из того места, где приземлился Меркава, появился гигантский объект. Там в прошлой части они все-таки умудрились поразить главное орудие Меркавы. Произошел там повторный взрыв и что-то такое образовалось на месте этого гигантского корабля. Это была последняя форма Деуса. Меркава был лишь его сосудом. Деус эволюционировал с помощью нано-машин Креллиана в оружие планетарного масштаба и начал менять ландшафт Земли. Он пытался превратить эту планету в оружие, а мы отступили к базе на снежной равнине, чтобы выработать новую стратегию. Мы решили вернуться к Деусу. Время не играло нам на руку. Ну, я что хочу сказать. Это, возможно, скорее всего, даже уже, по-моему, последнее... Нет, не надо. Это последнее пристанище наших героев, последнее место, где мы можем, наверное, затариться всем необходимым, побегать перед финальными сражениями, так скажем, да, с самим Богом, с этим Деусом. Давайте запишемся. Есть тут смысл побегать, осмотреться. Не очень большое тут пространство, где мы сможем походить. Я все диалоги читать сейчас не буду, потому что они не суть-то, как бы, важны. Ай, нет, 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 нет. Нам самое главное найти магазины. Да. Магазинчики. Так, по-моему, вот здесь рядом с теми птичками что-то есть. Нет, здесь уже очень плохо, помню этот момент. Не каждый, знаете, игрок может дойти до этого места. Хочешь купить? Купить, нет, не надо. Так, вот тут что у нас? Что-нибудь нужно? Давайте посмотрим, что может нам предложить. И, о боже, это роботы. Ну, я думаю, что в самом роботе Фея мы, наверное, вряд ли что поменяем. У нас 103 тысячи, да? Так. Ну, мало, это очень мало. Что сказать? Будем прокачивать. Кого сможем. Так. Топливо восполнить. Так, били, били. Били тоже прокачиваем. Меняем копировку. Смотрите, 5400 топлива и на 8. Это, конечно, очень круто. 12 тысяч, естественно, естественно. Ничего не можем прокачать. Нет, кошмар. 50 тысяч надо. Ужас. Нужно здесь очень-очень много денег, чтобы прокачать всех роботов. Да. Жаль. Жаль, что мне не хватает. Потому что впереди очень-очень серьезное сражение. Что-то колоссально серьезное. Финальное. Если мы не будем прокачивать полностью, то это будет чревато. Что там за дядя такой стоит, а? Мы ничего не можем к нему попасть. Эй, дядя, что ты скажешь? О, королева, что ты видишь своими глазами. Этот печальный взгляд, как будто ты что-то потеряла. Но из-за этого кроется доброта, которая всех нас спасает. Мы вывезли куда-то наверх. Так, можем, наверное, подняться. Не знаю, есть ли в этом смысл. Но давайте попробуем подняться. Хотя, по-моему, там нет ничего такого интересного. Здесь стоит королева. Снег все идет и идет. И мягко покрывает собой весь мир. Нашу печаль, нашу скверну, наши ошибки. Если бы мы были так просто стереть эти вещи. Что мы и я делали, преследовали последние 500 лет. Кстати, как тот человек, которого ты спас в Меркаве. Я слышала, что он пришел в себя. Да, сначала он потерял веру в себя. Но сейчас ему стало лучше. Кар оживил себя сам и нашел истинный смысл жизни. Если он решит драться на нашей стороне, тогда наша общая мощь значительно возрастет. О, сценка с Каром. Кар, пожалуйста, выслушай меня. Сейчас мы должны забыть о том, враги мы или друзья. Мы должны поддерживать друг друга вне зависимости от этого. Сейчас нам нужна твоя помощь. Я всего лишь мусор. Я отбросил. Он все еще в своем трансе. Прекрати ныть и собери волю в кулак. Юга, что ты? Мусор. Отбросы. Ты можешь, конечно, себя жалеть и называть как угодно. Но как же они? Эти женщины глупы. Они мусор или отбросы тоже, потому что они верят в тебя? Причина, по которой мы помогли этим женщинам, которым было некуда обратиться, возможно, была не слишком благородная. Но, несмотря на это, они остались с тобой. Знаешь почему? Они знают тебя лучше всех остальных. Они знают ту истинную доброту, которая есть у тебя в сердце. Они знают, потому что хотят, чтобы их любили. Поэтому они тебя не покинут. Кар, не превращай их в мусор или отбросы, о которых ты говоришь. Командор. Все вы. Я думаю, не стоит говорить о том, что вы ни мусор, ни отбросы. Мы знаем это лучше всех. Я и не понимал, что я ищу, находясь так близко, находится так близко от меня. Мне очень жаль, что я не понял это раньше. Ох, Командор. Короче, Размус стал, похоже, на нашу сторону. Перестал волноваться по поводу того, что он мусор. Там много всего произошло между нами. Когда эта битва закончится, я хочу встретиться с Размусом один на один. Не как с Рогом, а как с Мастером Боевых Искусств. Я уверена, что он желает того же. Возможно. Фея, могу я тебя кое о чем спросить. Насчет Эли. Что если ты даже нарушишь заклятие Захара? Он все равно не станет нормальным. Эли станет самой собой снова. Я буду продолжать в это верить. Но даже если это не произойдет, я все равно буду. Но скажем так, к этому я тоже готов. Ты не должен этого делать, если не хочешь. Твой противник – это человек, которого ты любишь. Если ты решишь теперь отказаться, то никто тебя обвинять не будет. Отказываться бессмысленно. Тогда для меня потеряет смысл все то, за что я боролся и ради чего я жил. Люди должны быть свободны. Никто никого не должен ущемлять и притеснять. Внутри меня есть часть, которая жаждет этой свободы. И часть, которая надеется на это. Поэтому я буду бороться за то, чтобы обрести истинную свободу. Потому что мы все еще живы. Мы боремся за нашу жизнь. Поэтому я дерусь. Это доказательство того, что я человек. Я обещал отцу и самому себе, что я освобожу Эли от путь Деуса. Что я ее спасу. Я понимаю. Так что давай продолжать верить. И надеяться на чудо. Остается только надеяться на чудо. Да уж. Поверьте мне. Мы будем на него надеяться. Нам сейчас нужно каким-то образом казаться. В этом Деусе. Еху. Тут народ катается с горки. Что-то такое напоминающее чучело. Так. Ух ты. Это Дэн. Кажется. Смидери. В тюрьме, когда я увидел, как ты превращаешься в монстра, я все понял. Внутри тебя, фей, живет монстр, который не является тобой. Он плохой. Это он виноват. Поэтому прощать тебя или нет. Что ж. Это не проблема. Это, конечно, не вернет утраченных вещей. Но просто я не знаю, как это поточнее сказать. Но извини. Я. Все хорошо, Дэн. Хватит уже. Я понимаю. Это моя вина. Извини, что я причинил тебе столько боли. Я так рад, что наконец смог с тобой помириться. Береги себя, парень. Отлично. Еще и с Дэном помирились. Какой крутяк. Но больше здесь нет ничего, похоже. Вот это что? Я хочу-то нажать, нажать. Это же такая статуэтка, похоже, которая была вначале. Она не нажимается. Которая разрушилась. У цитана. Мастерской, так. Хорошо. Поговорили с королевой. Тут какой-то бар. Бар. Что она может сказать? Да, ну в общем-то, ничего интересного. Хорошо. Так. Сюда зайдем. Что-то какая-то центральная дверь. Может быть, нам сюда. Здесь какие-то люди. Не знаю. Странные двери. Эта система отличается от той, что была создана... Ай, не успел прочитать. Только они быстро говорят. Я, честно, ничего не нажимаю. Пожалуйста, отведите детей в другое место. Ты хочешь, чтобы дети стояли в холодном коридоре? Это самое теплое комнаты. Почему они не могут остаться здесь? У нас очень важные встречи. Они нам мешают. Не расстраивайся так сильно. Очень ценю то, что ты пытаешься нас защитить. Ты знаешь, что только эти люди могут изменить нашу судьбу. Нет, так ли. Да. Ну, здесь какой-то центр управления. В общем, там... Наверное, нам сделать нечего. Да. То есть, они тут дальше общаются, рассматривают эти карты. А нам... Нам не сюда. Так. Что это за дверка? Да, здесь очень много вот таких каких-то непонятных проходов, по которым можно путешествовать. Это камеры. Камеры, в которых держали фея. Когда они боялись. Ну, кстати говоря, насколько я помню, нам сюда не надо. Ничего здесь делать. Там ничего интересного. Мы не найдем абсолютно такие темные, сырые казематы, в которые нет никакого смысла спускаться. Так, что-то там еще за баром. У него есть дверка какая-то интересная. Ну, тоже небольшие комнатки, в которые мы не пойдем. Не несут они существенной роли для... Для вообще, как бы, сюжета. Так, отсюда мы пришли. Угу. То есть, обошли уже просто все вокруг. Так, ну, давайте еще попробуем здесь по центру выйти. Угу. И мы можем отправиться на Инг Дразили. В принципе, в любую точку этого мира. И вы знаете, здесь можно еще и побегать, и насобирать, как говорится, разных предметов. Да. И, в общем-то, можно, конечно же, еще повышать навыки персонажей, добывать какие-то редкие очень предметы, например, защиты. Там, может быть, оружие какое-то, прокачивать роботов. Но я все-таки хочу попытаться пройти с тем вооружением и с тем развитием наших персонажей, которые есть у меня на данный момент. Если вдруг у меня это не получится, я, конечно, порыскиваю здесь по этому миру, еще раз прокачаю и там все. Надеюсь, что все-таки получится. И мы прибыли именно к Деусу. У тебя осмотримся. Ммм, вышли. Нет, 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 нет. И не хотим улетать, мы хотим прямо сюда попасть. Естественно, у нас здесь будет постоянно нападать. Будем здесь нечаянно обороняться. Еще немного повысим свой уровень. Давайте послушаем, что говорит Фей. Составление плана интерьера Деуса завершено. Ладно, пойдемте. Пойдемте. У нас, кстати говоря, есть тут какая-то карта. Не знаю. Ладно. Будем двигаться по наитию. Посмотрим, кто такие вот эти самые ангелы. И сражения с ними нам крайне полезны. Но не с такими примитивными. Тут, по-моему, будут более как бы такие мощные ангелы, которые смогут нам дать защиту. Сто процентную от их атак. Тихо ангельских. Это нам, наверное, весьма пригодится. При сражении с финальным боссом. Так что будем гонять здесь. Ух. Да, здесь лучше не попадаться на лучи. Нужно будет как-то недалеко от него прогуливаться. Очень не помешало бы мне бы здесь золотишко заработать. Да, здесь тупик. Прикупить апгрейды нашим роботам. В общем, дорогие друзья. Здесь непрекращающимися поединками. Я просто перемотала все мои брождения по этому улью злосчастному. И как вы видите, я пришла практически в другой конец карты. Вот в этой точке выход. Запомните. Нападать будут постоянно. Непрерывно сносить будут очень много хп. Да, здесь желательно избегать этих лазерных лучей. По возможности, конечно. Потому что они будут наносить вред нашим роботам. Я стараюсь уворачиваться. У меня очень уже в плачевном состоянии. В принципе, все персонажи. Нас тут конкретно прессунули. О боже мой. Какой ужас. Но все-таки мы спустились. Да, не так просто добраться до Деуса. Как кажется. И сейчас нам предстоит самая, может быть, наипоследняя головоломка. Это такие соты. Я бы их так назвала. Такие механизмы. И они будут передвигать здесь мосты. Нам нужно будет передвинуть их так, чтобы оказаться в нужном месте. Давайте посмотрим. О боже. Куда идти? Так, ну ладно. Сейчас как-нибудь с этим разберемся. Главное, чтобы не нападали часто. Потому что уже очень все плохо. Подняться дам. И где-то здесь есть робот. Которого я прямо жажду найти. Чтобы подлечить своих персонажей. Так, я где? Мне нужно пойти, я так понимаю, по этому мосту. Правильно? Да. Честно говоря, не ошибко-то я все-то помню. Здесь наверху мы можем что-то нажать. Так. Что-то такое. Давайте их проверим. Да, в этом. Ой, нет, 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 это некие переключатели. Так. Мы повернули мост. Давайте посмотрим, что изменилось. Изменилось. Ну, мы тогда не сможем попасть. Нет. Нет, нет, нет. Давайте-ка повернем это все дело обратно. Кажется, этот мост трогать не стоит. Нам нужно спуститься вниз. И как раз таки по этому мосту мы пойдем дальше. Так, снова смотрим. Будем постоянно смотреть на карту, потому что здесь очень-очень легко заблудиться. Так. Дальше ее. Так. Теперь наверх. Наверху никакой такой штучки нет, которым нужно повернуть. Так, снова два пути, снова два пути. Здесь, наверное, тупик. Нет никого, нет. Здесь тупик, естественно. И по этому мостику. И снова мы будем оказываться в таких коридорах. Ну и не довезли. Да. Надо что делать. Так, тут попробуем передвинуть. Так. Ага. Но даже тут не могу сказать, правильно ли я поступила. Может быть, нам надо было как раз таки выйти там. Давайте посмотрим. Проверим. Вот здесь я уже начинаю двигаться совершенно спонтанно. Так, вот он. Вот он этот робот. Слава богу, мы тебя нашли. Помоги нам. Хелп, хелп. Все, он нас подлечил. Все, отлично. Он просто, как бы, ничего не продает. Он только лечит. Так. И выходим. Вот сюда, в этот коридорчик. С помощью этих... Таких коридорчиков. Мы должны в итоге попасть туда, куда нам надо. Креллиан, возможно, на это и рассчитывал, что мы здесь просто нафиг заблудимся и останемся на веки вечные. Я здесь в свое время облазила все коридоры, все возможные пути изучила. Да, бродить здесь очень долго, очень напряжно, потому что выносят буквально очень быстро. Так, давайте-ка, знаете что? Мы... Мы сейчас поставим такую защиту, которую приобрели в боях здесь. Так, где она? Вот она. Снижение повреждений ангелов на 30% и есть на 50% всего одну. Мы ставим его, естественно, нашему фею. Так, и защита парни 80%. Так, где это? Вот она. Побуждение ангелов 30% ставим. И еще разочек побуждение ангелов ставим. Ну, в принципе, хоть какой-то шанс, естественно, здесь есть такое снижение на 100%, то есть не будет наносить никакого вреда. Это все можно завоевать долгим поражением по этим нудным коридорчикам. И продолжим мы в следующей части. До скорого, ребята. Пока-пока.